К вам приходят люди, которые изначально приходят, чтобы украсть. Украсть вашу базу данных, украсть вашу информацию. Нужен некоторый уровень безопасности. Это то, что мы делаем в бэкграунде. То, что я вам сейчас расскажу, это стоит сотни тысяч долларов. Я не преувеличу. Выставляю вакансии на одной из площадок. Как не принять на работу засланного сотрудника-конкурента? Как исключить промышленный шпионаж и кражу интеллектуальной собственности базы клиентов, например? Спасибо за ответ. Могу вам сказать, то, что я вам скажу, будет неприятно. Мне самому неприятно. Несмотря на то, что Высоцкий консалтинг – компания международная, у нас довольно мощные, классные протоколы того, как отбирать сотрудников. Там, ну, в общем, безопасности и так далее. Мы допускали ошибки. Поэтому то, что я сейчас расскажу, это основано прямо на боли. Это основано прямо на ошибках. Мы потратили на это, ну, на то, чтобы справиться с этими ошибками, справляться, включая судебные издержки, включая там последствия прямые, непрямые, материальные и так далее. Мы потратили, ну, я бы сказал, не десятки тысяч долларов, а сотни тысяч долларов. Поэтому то, что я вам сейчас расскажу, это стоит сотни тысяч долларов. Я не преувеличиваю. Ну, по крайней мере, мне это обошлось. Сотни тысяч долларов. Я надеюсь, что вам кое-что смогу сэкономить. К сожалению, сегодня это существует. К вам приходят люди, которые изначально приходят, чтобы украсть. Украсть вашу базу данных, украсть вашу информацию. Это правда жизни. Очень большое количество утечек разной ценной коммерческой информации – это сотрудники. Причем, в большей части, это сотрудники, которые специально пришли в компанию, чтобы украсть. Это реально существует. Я уже не говорю про засланных агентов. Это реже встречается. Это реже встречается, но, тем не менее, встречается. Итак, что для того, что нужно делать для того, чтобы на это не попасть? Первое. Ну, во-первых, давайте так. Нужен некоторый уровень безопасности. То есть, когда к вам в компанию приходит новый сотрудник, у него есть испытательный срок. Я об этом говорил во многих наших видео. И основная идея испытательного срока – это добиться, чтобы этот человек показал свою производительность и показал свое желание работать. Обычно этот испытательный срок, мы называем его, кстати, тестовой недели. И он длится совсем недолго. Он длится несколько дней. Мы ему платим за это время, безусловно. Но есть еще одна штука. Это то, что мы делаем в бэкграунде. То, что не видно. Это то, что мы делаем, когда этот человек проходит эту тестовую неделю. Потому что именно в этот момент мы начинаем о нем собирать сведения. И что такое сведения? Во-первых, есть очень много общедоступных сведений. Но в разных странах эти базы разные. Это, например, в русскоговорящих странах – это всевозможные базы исполнительных служб. Судебных дел, открытых и так далее. А в Соединенных Штатах с этим еще проще. Потому что здесь очень много открытой информации. То есть я, грубо говоря, когда себе домработницу нанимал, я увидел, как бы, моя домработница. У меня было несколько кандидатов. У меня есть друг в Нью-Йорке, Миша Левданский. Моя жена ему позвонила и говорит, слушай, пробей вот там вот такие-таки кандидаты. Но он профессионально занимается наймом. Наймом он поэтому проверил по базам. Он сказал, так, значит, у этого, значит, кандидата там, ну, все девочки были. У этой девочки, значит, два задержания полиции за пьяные драки. У этой девочки там какой-то пьяный дебош. И, знаете, я когда бы это все получил, я подумал, какой скучной жизнью я живу. Невероятно, какой веселой жизнью живут потенциальные доброботницы. Но если говорить серьезно, то есть во время вот этого испытательного срока, первого, короткого, который мы называем тестовой недели. Первое, что вы делаете? Вы грузите человека, чтобы понять работой, чтобы понять, он вообще результативен или нет. А параллельно вы собираете все возможные сведения. Почему параллельно? Почему не до найма? Потому что самые лучшие кандидаты быстро находят работу. Если вы нашли хорошего кандидата, вы вводите на тестовую неделю немедленно. Не тяните. А параллельно быстро проверяйте. То есть первое, что вы проверяете, это базы. И вы сверяете с тем, что он говорил на интервью. Потому что на интервью, например, вы спросили у него, а почему ты переехала из штата Монтана в штат Флорида? И когда это произошло? А что было мотивом? Что тебя побудило? Он говорит, ну, потому что я там ла-ла. Вы там смотрите, а у него там два ареста и все такое. То есть вы сверяете данные, которые вы получили с тем, что вы получаете в резюме и на интервью. Раз. Но это не самое главное. А самое главное, вы пробиваете его предыдущие места работы. Вот смотрите, когда вы пробиваете предыдущие места работы, это не значит, что вы хотите узнать, этот человек результативный или нет. Он хороший или нет. Осознайте. Единственное, что вы хотите узнать, это правду ли он вам сказал. Раз. Потому что вы не узнаете, результативный он или нет. Потому что, возможно, его на предыдущих местах работы будут покрывать. Понимаете? То есть он лентяя, лишь бы от него избавиться, вам скажут, ну, он просто дракон на самом деле. Заберите его, лишь бы он к нам обратно не возвращался. Или наоборот. Он там с кем-то поссорился и теперь, значит, соответственно, его поливает грязью. Это не имеет никакого значения. Но что имеет значение, это подтвердить, он работал в компании или нет. Должность, на которую он работал, продолжительность его стажа, когда он работал и так далее. Какие-то очень твердые, очень простые факты. И вы это всегда можете подтвердить. Через руководителей, через сотрудников, просто придя в компанию, просто поговорив, не знаю, найдя в кафе человека, который в этой компании работает и поговорив с ним. Просто у меня было много случаев, я об этом могу отдельный эфир делать. У меня были случаи, когда мы нанимали человека, и у нас просто тупо начинали пропадать вещи. И только прозвонив, это еще задолго до того, как я стал таким умным, у нас появились такие протоколы найма. Еще задолго оказалось, ну, как бы мы потом обзвонили предыдущие места работы, оказалось, что у них была та же самая история. Его никто не поймал за руку, но пока он у них работал, у них пропадали вещи. Когда он уволился, вещи перестали пропадать. Ну, понимаете? Бинго. Все. Все очень просто. Или человек, который уволился с предыдущего места работы, но он при этом шантажировал компанию. Он реально шантажировал компанию, он угрожал подать на компанию суд, он угрожал подать трудовую инспекцию по каким-то реально существующим или нереально существующим причинам. Да мне все равно, по каким причинам он это делал. Если он это делал, то есть не просто уволился, хлопнул дверью, забрал расчет и ушел, а он просто угрожал или даже действительно это сделал, ну, для меня это черная метка. Я никогда в жизни не возьму на работу такого человека. Просто никогда. Да. В принципе. Я не хочу рисковать, я думаю, что вы тоже не хотите. Пробивать вот эти предыдущие места работы, собирать сведения, это время, это силы, это нелегко. На это тратиться на одного сотрудника тратятся буквально часы. Понимаете? А что делать? Вы можете себе представить, во что он влетит, если он сольет вашу базу и там выбросит ее на рынок? А вы представляете, во что он вольется, обойдется, если этот подонок будет у вас плохой человек воровать? А если этот человек, например, будет там потом подаст на вас суд, проработав некоторое время, собрав какие-то сведения, так сказать, материальчик для своего заявления, подаст потом на вас суд. Представляете, во что это обойдется? Мы проверяем обязательно людей очень тщательно. Если что-то непонятно или что-то странно, то мы их не берем. И все. И точка. Еще второй момент, на который имеет смысл обращать внимание, нужно понять, что криминал это определенный склад ума. Эти люди не позитивны, эти люди скрытны, они не общительны. Довольно часто они являются такими, знаете, шутниками, глумителями, пофигистами, которые показывают такое отношение. Обращайте на эти вещи тоже внимание. Если вы видите какие-то признаки, не ждите, что они рассосутся. Вот если я, например, взял человека, он, вот это был реальный случай в моей компании. Взяли человека, он нормально работает. Я знаю, что у нас хорошие протоколы при нами. Я смотрю, какие-то странные вещи с этим человеком. Ну, он как-то странно себя ведет. Вот как-то недушевненько с ним на самом деле иметь дело. Что такое? Я начинаю проверять, а оказывается просто наш специалист по найму скосячил. Они тоже люди, они иногда не выполняют, они нарушают протоколы. Я звонила, но не дозвонилась. Я звонила, но мне не ответили. Я прозвонила, а компании уже нет. То есть не выполнила тупо свою работу. И мы, ну, как бы я смотрю на человека, я понимаю, что есть какие-то странные признаки. Мы начинаем поднимать, как бы, информацию, обнаруживаем, что у него плохая история на предыдущих местах работы. Настолько плохая, что он просто их тупо скрывает от нас. Когда человек скрывает свои предыдущие места работы, это ужасно на самом деле. Это плохой признак. И вот, ребята, если, с кем из вас такое происходило? Вот лайкните, дайте мне какой-то сигнал, что с вами такое происходило, когда сотрудник вы его наняли, холили, леяли, платили, он вас взул. А теперь посмотрите, вот если с вами такое было. Посмотрите на эту ситуацию и ответьте себе честно. Были сигнальчики или не было? И, как правило, вы обнаружите, что сигнальчики были. Эмоциональные сигнальчики. Сигнальчики в том, как человек себя вел. Сигнальчики в том, что он отвечал на интервью. Они были. Просто обратите на это внимание. Это не так сложно распознать. Спасибо вам огромное за этот вопрос. Вы подняли очень хорошую, интересную тему. И я смог вот об этом рассказать, как говорится, что знает. Субтитры сделал DimaTorzok